Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами я, Мила Тарасевич. Накануне самого волшебного праздника, в году Нового года, я решила встретиться с двумя очаровательными девушками для того, чтобы мы создали что-то необыкновенно красивое. Любовь и Екатерина. Девушки, здравствуйте! 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 Расскажите, пожалуйста, чем мы сегодня будем заниматься и что такое красивое создадим? Я сегодня покажу, как мы будем наряжать елочку. У нас есть заготовка елки. Это живой лапник, живая хвоя, которая пахнет, которая не осыпается, которая очень долго сохраняется. Правда? Я думала, она искусственная. Нет, это настоящая. Мы очень не ее живем, и она не колется, она безопасна для детей. Я ее сегодня буду декорировать, то есть буду украшать шарами, снежками и игрушками. Красота! Так, а я сегодня буду делать украшение елки и новогодний шар. Отлично! Ну и с чего приступаем? Я думаю, что я начну... Я пока подготавливаю наши шарики для того, чтобы нам украсить елочку. Она у нас собрана, она не растет, сразу говорю, это самый частый вопрос. Она не растет из горшка, она у нас собрана на специальную основу из маленьких лапок. И для того, чтобы мне ее украсить, мне нужно каждый шарик завернуть в проволочку и воткнуть в елочку. Девочки, расскажите, пожалуйста, вообще какие композиции пользуются, именно новогодние композиции пользуются таким спросом. И вот 2020 год у нас вот уже буквально на носу. С какими композициями, с какими идеями приходили к вам клиенты? Идеи разные от елок, но это самый неизменный атрибут Нового года. Елка должна быть в каждом доме, если нет возможности поставить большую елку, клиент идет за какой-то небольшой, просто как для украшения стола. И вот такие сани. Мы их декорируем, как будто бы Дед Мороз их случайно забыл у кого-то в гостях. Мы их украшаем елью. Случайно забыла у вас в гостях? У нас. Сначала у нас в гостях, а потом у клиента. Здесь будут игрушки стеклянные, мы их упаковали, как раньше, в бумагу. Будет большой мешок Деда Мороза с подарками, будет игрушка, символ года обязательно. Неужели такая композиция будет продаваться? Мне кажется, жалко будет отдавать кому-то. Всегда жалко отдавать, когда что-то создаешь. Свой труд своими руками. Да, но всегда очень радостно, когда это попадает в хорошие руки. И ты знаешь, что это оценят и это полюбят. Люба, расскажите, пожалуйста, какие мастер-классы сейчас проходят у вас, какие пользуются наибольшим спросом? В начале декабря мы как раз-таки создавали с детьми шары. То есть я приезжала в школу и на уроках, вместо уроков труда, или чаще всего это просто выделялось определенное время под мастер-класс, мы с детками собирали шары. А сейчас уже ближе к Новому году родители решили сделать подарки своим детям. И также в школу, приглашая, просят собирать обычные липучки для рук. Самое, наверное, интересное, мне кажется, целый год дети этими слаймами играются, и до сих пор эти слаймы в тренде. Они им нравятся. То есть мы добавляем стразы, мы добавляем туда всякие разные ароматы вкусные, и все. Замечательная игрушка. Скажите, все задумки, все идеи, они приходят откуда? Они возникают в вашей голове самостоятельно? Или же подсказывают дети, подсказывают родители, что хочется кому делать? Ну, могу сказать, что слаймы мне в голову самой не пришли, это дочка моя начала этим заниматься, увлекаться, мне это не нравилось ужасно, но мы решили запустить мастер-классы. Я не ожидала такого потока желающих, которые будут просто вот именно дети, не то что дети, взрослые. Взрослые очень увлекались, сидели и мяли вот эти вот непонятные штуки. У меня в основном все идеи приходят из головы, идеи по Новому году, в студии у меня мастер-классов, мы берем с Катей вместе. То есть мы создаем какие-то определенные даты, задаем даты и придумываем мастер-классы. Чаще всего ближе к Новому году дети, конечно же, хотят собирать елки, композиции, жертвенные композиции со свечами. Прям вот самое любимое у них. Ну наверняка ваша елка украшена именно вашими шариками, которые вы сделали своими руками. Да, я мама четверых детей, у меня в принципе все дети творческие, все любят что-нибудь-то поделать, поэтому... Елку наряжали все вместе? Всегда, каждый год, это обязательная традиция, после моего дня рождения, он у меня 22 декабря, мы наряжаем елку. Это самое любимое у нас занятие. А сколько самому маленькому ребенку? Восемь лет. Восемь лет, ну уже в принципе довольно... Да, он уже школьник, он ходит во второй класс, старшему ребенку 18 дочери, а мальчишкам одному 17 в 11 классе, а другому 14 в 8 классе. Вот. Счастливая мама. О, счастливая, да. Это точно. Я предлагаю вам попробовать самой украсить елку. У нас здесь осталось с места. Да, я все пропустила. То есть это просто аккуратненько... Разбираем для себя примерное местечко и вставляем туда шарик. А, все так просто. Все очень просто, да. Самое главное подготовить наш материал. И дальше мы продолжаем в шахматном порядке размещать шарики. Чуть повыше. Такой звук, прям как снег, которого очень не хватает. На нашем столе стоит такая большая объемная композиция. Расскажите, пожалуйста, про ее создание, как давно вы ее создали. И как вот такой вот удивительный, как снежок. Эффект снега. Они очень прекрасно смотрятся на столе. То есть новогодний стол они украсят однозначно. Вижу на камине в большом доме. В будущем своем. Да, и на камине, конечно, тоже. Это каминная композиция. Она может быть в два раза длиннее. Она может быть выше, ниже. Она может быть наполнена абсолютно разными шарами. Тон шаров мы всегда подбираем под интерьер, по запросу клиента. Люба, я смотрю, украшаете вы какими-то и бусинками, и... Да, клеевыми стразами, да, и всякими разными элементами декоративными тканами. Вот самое необычное, чем можно украсить игрушки? Да хоть с сахаром. Даже с сахаром? Вот честное слово, коричневым сахаром, да, очень красиво получается украсить обычную пластиковую игрушку. Очень симпатично. Уже пробовали. Давайте покажем, какая у нас на данном этапе получается красота. Но это еще не полностью, не окончательный вариант. Да. Вот такие игрушечки вы можете сделать своими руками. Очень просто, да. Двусторонний скотч, и, в принципе, вся работа будет сделана. Он очень помогает. Самое простое в елочной игрушке украсить ее обычными блестками. Обычными для... Обычный клей, обычный клей-карандаш, обычные блестки. Намазали игрушку, окунули в блестки, все. Получилось красиво. И получилось красиво, конечно. Там много фантазии не нужно. Так, тут у нас уже другой элемент пошел изнутра декорирования. У меня нашлись вот такие сухоцветы, золотого цвета. То есть мы их используем только в новогодних композициях, поскольку золотой цвет все-таки нам ближе к празднику, да, блеск дает. Вот. И сейчас я ими буду декорировать. Они очень похожи на шишечки. Да, очень похожи. То есть у нас получится такая елка с шишками. Раздвигаем наши лапки елочные. И там внутри такой материал, который позволяет легко ее сюда добавить. Отлично. Очень красиво. Вот тут у нас шишечки. Мы ждем, когда у нас нагреется наш термопистолет. Да, я знаю, что он очень горячий. Очень горячий. С ним всегда нужно. Очень аккуратно. Под присмотром родителей, если будете с ним обращаться. И бережем пальцы. И самое главное, если уж клей попадает на палец, не срывать его ни в коем случае. Дождать, пока остынет. Он сам отойдет. Что у нас еще помимо снежков? Что еще? Лишь снежки, то у нас будет финальный этап. Здесь будет финальный этап снежки. И будем еще декорировать нашу основу елки. Здесь будет у нас имитация снега. И будут еще игрушки. Замечательно. Чтобы она у нас такая была полная. И объемненькая, да, снизу? Объемненькая, да. И потом, кстати, мы говорили вот здесь про имитацию снега. Мы сделаем здесь точно такую же имитацию снега. Кстати, из какого материала вот эту имитацию снега можно сделать? Он так и называется, искусственный снег. Он двухкомпонентный, на лаковой основе. То есть, сначала мы наносим лак, и потом мы уже посыпаем снег. Он просто, получается, прилипает. Да, лак специальный для этого снега, флористический. Он не опасный никакой, не токсичный. То есть, можно работать даже детям снегом. Он не пахнет. Это тоже немаловажно, особенно для аллергиков. Да, да, он не пахнет. Тут у нас шарик в деле. Да, сейчас мы делаем вторую сторону, здесь мы оставляем так. То есть, этого блеска будет вполне достаточно, чтобы это было красиво. Очень красиво. Заметно на елке, да. Нам осталось вот закончить вторую сторону и сделать верх шара. Все, сейчас подкапаем пистолет и приклеиваем наш бант. И, в принципе, наш прекрасный шар уже украсть елку. Очень красиво. Все, наш готов шарик. Снежки мы приклеили. И сейчас мы будем заполнять нашу основу елки. В качестве декорации такой снежной мы используем синтепон. Он такой мягкий материал, рвется у нас весь. Он, как облачко, воздушный и похож на снег. Я налью сейчас капельку клея. А вам, Мила, предложу заполнить это все синтепоном прям сверху на клей. Ну, это я смогла. Аккуратно, только мы помним, что клей горячий, пальцы бережем. Поскольку синтепон у нас воздушный, то можно не бояться. Главное, сильно не прижимать. Отлично. И сейчас мы еще будем декорировать игрушками. У меня есть вот такие яблоки. Есть звезда. Такая же, которая у нас сверху. Мы ее разместим сейчас где-нибудь. Вот здесь под елкой. То есть мы под елкой обычно размещаем подарки. Вот здесь мы должны сейчас создать то же самое. У нас есть шишка и немножко игрушек. Все это поместится. Я приклеиваю нашу звезду. Прямо к синтепону. Игрушки, когда будут плотно лежать в нашем горшочке, они будут друг друга поддерживать. Я сначала смотрю, куда я хочу расположить игрушку. И потом ее уже приклеиваю прямо к синтепону. Не надо бояться, что что-то выскочит, потому что сам синтепон у нас приклеен к основанию. Горшочку. Можно впереди положить два яблочка на клей. Пожалуйста. Мы наносим клей вот сюда. Отлично. Супер. И приклеиваем. Клей немножко тянется, но это потом все легко убирается. Можно их прямо вместе или лучше в катичной порядке? И вот второй где-нибудь рядышком. Супер. Да, можно прям посильнее прижать. Вот так раз. Есть. И можно добавить еще куда-то наши сосульки. Можно одну сюда же прям. Вторую сюда. Если у меня где-то остались пустые пространства, я заполняю еще синтепоном. Чтобы у нас снежок был прям сверху. И у нас осталось с вами самое интересное. Это снег. Тот, о котором мы говорили. Имитация снега. Настоящего. Уже не синтепонового. Уже как настоящий Дед Мороз. Настоящий снег у нас будет. Жаль, такой нельзя нам распылить на улицу. Его тогда нужно будет очень-очень много. Вот такой у нас лак. Профессиональный для снега. И вот такой у нас снег. Выглядит он как пыльца такая снежная. Такая. Лакомо пользоваться все умеем. Конечно. Мы слегка сбрызгиваем одну из сторон. Я покажу тогда, да? Да, конечно, конечно. Я боюсь испортить такую красоту. У меня нет. С снегом испортить. В практике. Посыпаем снегом. Угу. И снег наш приклеивается. Ух ты. Пробуем? Да, пробуем. Да, он такой. В одну руку сразу набираем снег. Брызгаем чуть-чуть лак. И посыпаем. И наш снег приклеивается. Волшебство. Ух ты. Заснеженная елочка. То, чего не хватало. Да, очень. А вот и снег. Ну все, уже прям заснеженная красота. Вот готова наша красавица. Очень красиво. Так, а тут у нас шарик уже тоже готов. Шар у нас готов. Да, я его под елочку положила. Да, ну давайте мы возьмем в руки то, что мы сделали сегодня. Вот эту красоту. И давайте же поздравим всех телезрителей с наступающим Новым Годом. Я желаю всем в наступающем году много радостных, счастливых моментов. Чтобы всегда погода соответствовала нашему настроению. Чтобы наше настроение и ваше настроение совершенно не зависело от погоды. Я желаю в наступающем Новом Году всем, наверное, все-таки счастья. Огромное количество счастья. Счастливый человек, он дальше просто будет вынести и дальше, и дальше это счастье. И всем будет хорошо. Ну а мне остается лишь присоединиться к словам девочек. И поздравить вас с наступающим Новым 2020 годом. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. С Новым Годом! С Новым Годом!